Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гимм, и сегодня с новой серии на проекте Amazing Replay, это второй сервачок, все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому доходите, смотрите, и начинайте играть вместе со мной. А для того, чтобы вам хорошенечко так стартануть и заработать неплохие бабки, конечно же, вводите мой промокод, пишите, слэш мэм, 7 пункт промокод, указай друга ютубера и вводите промокод полканов, за этот промокод вы получите 450 тысяч, если просто будете качать уровень, то есть качали пятый уровень, получили 150 тысяч, качали десятый уровень, получили еще 300 тысяч, поэтому берите, проходите квесты, качайте уровень и забирайте свои деньги. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу, как мы своей Фомой словили бизнес, да, бизнес прям не очень пиздатый, не мега там дорогой, но сам факт, что мы словили, пацаны, бизнес на пятером сервачке, я считаю, что это довольно-таки интересно и прикольно, поэтому я решил записать об этом ролик. Вы увидите кадры, как это все происходило, я вам расскажу предысторию, как это все происходило, поэтому видосик обещает быть интересным. То есть теперь у нас, пацаны, два семейных бизнеса, я считаю, что это максимально круто, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал, давайте постараемся на этом ролике на 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну и конечно же моя цель, это добить до нового года 22 тысяч подписчиков, поэтому если ты вдруг каким-то образом не подписан на мой канал, то пожалуйста подпишись, я буду очень тебе благодарен. И на 22 тысяч подписчиков я сделаю конкурс, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, покажите на этом ролике очень хорошую активность. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Что там? Хуй там в пальто, ебать, пищица. Знаете, как это бизнес называется, пацаны? Мер оружия. Не, не, хуй знаешь, или это... Оооо, 250 этих товаров. Ооо, мы открываем бизнес, мы будем делать баб. Все, я купил ебать, ой, нахуй я купил, долбоем. Тройки, я дробожно сейчас. Настройки, настройки, настройку пиздоль. Продать. Оо, так там, что там по 500, по 800 тысяч. Чего, блядь, чего, блядь. А, шаля. Без опыта на грузинку. Синку крутил, ебать, да? Ну, вниз по лизу, вниз. Да пиши пущенос. А вот настоящая тинка, вот она настоящая тинка. А вот она реально, на самом деле. А вот они реально, сибатист. Ну, пойдемте на товары завезем. Пойдем товары. А сколько склад у тебя, тысячу продуктов? Да, там всего тысячи, там мало очень. Так, хули, надо склад увеличивать, это хуйня, ебать. Тысячу продуктов это, ебать, на полчаса. Сколько там склад стоит улучшить? Мне надо склад 3,5 сделать, потому что 1,000 это очень мало. Да, там вот в соло вот заводишь эти 800 продуктов и все. Одна ход, как понимаешь, что очень мало. Сколько там склад стоит улучшить? Ну, сколько стоит? Изменить название. О, ебать, 111 тысяч стоит товары увеличить, прикиньте. Ну-ка, а тебе, Ваня, сколько тебе? И название поменять 200 тысяч стоит. А, нет, чё ты? Я наебал увеличить продукты 339 тысяч. А это, по-моему, в Разумасе дешевле. В Разумасе дешевле, нет. 467 тысяч, прикиньте. Не, тебе надо ехать в Разумасе дешевле. Да, в Разумасе дешевле риелтор. Там еще, кстати, там Марвин Морган держит, я скидку могу попросить у него. Но он тоже с Америки, он спит еще. Но мы когда, кстати, на Аграбы ходили, когда он попадался в дом, на горе Ленина Южной Рублевке, мы всегда туда ездили за броню. И что там, а зачем в Рублевке? Ну, броники будут покупать же. А, ну, в принципе, там, рублевка, мусору населять, ебать, натуре. Ваня, я тебе одевали. Первый бизнес в жизни, нах, его можно поздравить. Ну, не хуяный бизнес, ну. С чего-то надо было начать вперед. Самосуедушно оружейка, ну, блядь. Ну, самосуедушно оружейка, ну, это хуяно. Но, вот, ботик назад, ну, так поймать, когда дегал был там. Как вы поняли, мы словили бизнес, оружейка на Рублевке Южного. Да, это не топовый бизнес, я это все прекрасно понимаю. Но, сама суть, пацаны, то, что мы смогли, как бы, вместе просто взять и словить бизнес. Давайте я вам расскажу предысторию, каким образом этот бизнес вообще оказался в госе. Получается, был игрок, который владел этим бизнесом, и он ходил в казино. Он в казино проиграл все бабки, психанул и слил этот бизнес в гос. В итоге, наш пацанчик из семьи, Сашка Вегас, забежал в Нотарку, увидел то, что этот бизнес находится в госе. Он его забронировал. И, по итогу, его купил наш пацанчик другой из семьи. То есть, Сашка его забронировал, а купил Ваня этот бизнес по госу. В госу у него 45 миллионов. То есть, пацаны, да, я понимаю то, что там, это не АЗС, там, это не Нотарка, там, и так далее. Я понимаю то, что это не топовый бизнес, он не стоит, там, миллиарды, там, и так далее. Но сама суть, пацаны, то, что мы смогли своей Фомой вместе просто взять и словить этот бизнес. Редко вообще, на самом деле, бизнесы слетают. Я думаю, вы сами это понимаете. То, что, ну, это реально очень большая редкость. И пацан просто реально психанул, слил его в гост и пошел с этими бабками играть в казино. По итогу он где-то по госту стоял, может быть, час, может быть, два часа. Я точно не знаю, но по итогу его словил Ваня. То есть, Ваня решил пока что его оставить себе. Я считаю, что это все равно топовый бизнес. Да, возможно, не по финке. То есть, да, по финке это не топовый бизнес. Я думаю, вы сами понимаете, то, что, ну, как бы, финка здесь не особо большая. Как бы, сама суть, то, что у тебя магазин оружия на рублевке, понимаете. Я бы сам себе его купил бы по госту, были бы у меня бабки, конечно. Но у нас, как бы, есть другой бизнес, который я держу. Поэтому, в любом случае, если у меня были бы деньги, я бы не смог его словить. Просто, пацаны, сама суть, то, что ты берешь так по госту, просто покупаешь бизнес, оружейку, понимаете. Да, это там не Батырево. Хотя Батырево было бы намного лучше, мне кажется. Может быть, нет. Но, в любом случае, это один из лучших бизнесов в оружии. То есть, в Южном, мне кажется, еще похуже, чем этот. А здесь, как бы, место, знаете, такая элита живет. И у тебя здесь магазин оружия, понимаете. Я считаю, это максимально круто. То есть, его, да, можно, скорее всего, перепродать. Но, пока что, он говорит, я не хочу продавать. Тем более, это его самый первый бизнес, понимаете, на проекте. То есть, он первый раз в жизни вообще держит бизнес. Что здесь вообще, в принципе, по ценам, пацаны. По ценам здесь все очень красиво. По-моему, в Батырево бронежилет стоит 27 тысяч. Или 25 тысяч, что-то типа того. Поэтому, у Вани на данный момент самые просто низкие скидки. Среди оружиек всех просто. Как бы, всякое в игре бывает. Поэтому, пацаны, кому надо будет там самозащита, там, бронежилетик. То можете закупаться на рублевке города Южный. То есть, пока что у нас не было времени, знаете, там, на ВЧ ходить. Но, сейчас, когда у нас есть оружейка, я думаю, грех не ходить на ВЧ. Поэтому, приходите, пацаны, стримы. Будем ходить на воинскую часть. Будем, как бы, воровать патрончики, там, перестрелочки, туда-сюда. Также, вам бы хотел рассказать немножко про наш бизнес. Именно, который находится в Роговичах. Это наш самый первый бизнес на втором сервачке. Я думаю, вы, в принципе, все про него знаете. Но, хотел бы вам донести некую информацию. Я, получается, улучшил бизнес. Теперь у нас в бизнесе 20 тысяч продуктов. Поэтому, продукты здесь, как бы, есть всегда. У нас самые, просто, стаденькие цены. Поэтому, кто хочет, там, согреться, похавать, ремочки купить. То, конечно же, приезжайте к нам. Потому, что, лучше магазина просто не существует. И, вы знаете, просто, ну, вот, хотите там ремочку, едьте сюда, пацаны. В любой непонятной ситуации, просто приезжайте к нам. Потому, что у нас, как бы, ну, вот, максимально, просто, адекватные цены, как бы. Грелочки тоже не особо дорогие. То есть, можно покушать, как бы. Все, что вам надо, есть в нашем магазине. Поэтому, кто желает, можете брать, приезжать, кайфовать, покупать. Прикиньте, пацан просто перешел с нами 0,2. У него никогда просто не было бизнеса. И вот, он буквально месяц поиграл. И просто словил себе бизнес по госу, понимаете. Просто взял вот так вот, ебать. Шадах, ебать. И словил просто, пацаны, бизнес по госу. Я считаю то, что это максимально круто. Я не мог об этом не записать ролик. Подпишитесь просто на канал. Потому, что, ну, реально, хочу очень сильно. 22 тысячи подписчиков. И на 22 тысячи подписчиков, пацаны, я для вас сделаю конкурс. Я вам обещаю. Поэтому, возьмите, просто подпишитесь, если вы вдруг не подписаны. Я вам буду просто очень сильно благодарен. На этом я буду заканчивать данное видео. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Следующий ролик, скорее всего, будет, будет для Бойчка. Поэтому, ждите. В субботу, как всегда. Всем пока-пока.